МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть специальная дорога, от паркинг-класса к здесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Специальная дорога? Да. Всем привет из Вьетнама. Это курортный город Ничанг. Меня зовут Илья. Это Тили. Сегодня мы решили сходить в такое место, где платишь за вход в цену и ешь внутри уже неограниченно. Безлимитный буфет. Здесь такая сеть ресторанов, Зало называется. Недавно мы увидели, что один из ресторанов Зало есть около реки Кай, которая находится здесь, в Ничанге. И вот около одного из мостов, около старого моста, как раз расположен один вот этот ресторанчик. Зало. Вот такой оранжевый у него логотип. Буфет. Но кушаемся вдоволь безлимитной еды. Что здесь еще интересно? Что здесь еще входит в стоимость пива? Здесь прямо на переходе. Серьезно? Да, она работает, и я не знала этого. Тили преподает английский в школе. Ну, до локдауна преподавала. Сейчас школы закрыты еще. И вот это ее ученица одна. Вход стоит 180 тысяч донгов. Для безлимита это совсем недорого. Была реклама одного местечка, где еще дешевле было. Но в итоге туда не получилось попасть, и мы приехали вот сюда. Мы будем есть и хот-пот, так называемый, где варится в бульоне. И, конечно же, гриль. Сейчас нам принесут угли, на которых мы будем самостоятельно жарить. И сам этот, собственно, хот-пот. Итак, что же здесь предлагается? Это витнамский панкейк. Это сладкий панкейк. Батат жареный. Францовый панкейк. Вот такие чипсы. Готовые здесь морепродукты. Все, которые мы любим. Вот тут овощи, кимчи очень я люблю. Капуста, китайская капуста в остром соусе. Кукуруза, огурчики, помидорчики. Вот эти зеленые штучки, это дамские пальчики называются. Тут цветная капуста, салатики с морепродуктами. Здесь лапша, чтобы можно было супчик сварить. Здесь сосисочки у них дешевенькие. Какие-то булочки. Тут еще овощи. И вот шашлычки. Это с какой-то рыбой, наверное. Это маринованные вот эти дамские пальчики. Овощи, которые я очень люблю. С сосиской. С шашлык. Здесь баклажаны. Разные улитки пошли. Вот эти моллюски. Такие мы постоянно берем на рынке. Вот такие. С такими небольшими волосиками на конце. Тоже постоянно Тили берет вот эти штуки. Моллюски. Потом здесь вот мои любимые. Они похожи на мидии. По-вьетнамски они называются кривые моллюски. Створки у них закрываются. Неровные. Я их очень люблю, потому что они на мидии похожи. Это называется Nails Nails. Похожие на ногти штуки. У них створки длинные такие, как ногти. Вот эти Тили очень любят. Ракушки маленькие. Из них суп варят. Здесь устрицы лежат. Вот в таких кустах. Здесь какая-то рыба маринованная. Здесь кальмар. Каким-то зеленым соусом. Это свинина. Вот это перепел. Он мне очень нравится тоже. Перепелка маленькая. Здесь ребрышки свиные. Здесь курица. Куриные крылья. Это тоже курица. Говяжий ролл в листьях. Здесь говядина. Здесь вот такие грибочки яноки. Завернутые в мясо. Это говядина. Я так понимаю, это окунь. В общем, рыба. Вот такая маленькая рыбка. Кстати, я такую и не пробовал даже. Сейчас как раз и попробуем. Здесь плавники. Лосося, скорее всего. Креветочки тигровые. Ну, такого небольшого размерчика, но тоже нормально. Краб малюсенький. Ну, в этом крабе особо мяса немного, поэтому я не фанатею. Это осьминог. Мы в стиле очень любим осьминогов есть. Здесь готовая продукция уже. Рыба и чекен. Вот такую кукурузу мы тоже любим очень готовую. И капуста такая, листья, тоже вьетнамцы постоянно их любят, люди едят. О, суп, крабовый суп. Тоже такая азиатская, из азиатской кухни. Здесь каша, да, рисовый суп такой. Спагетти-баланеза типа и жареный рис. Вот я и перечислил все, что здесь есть. Еще сейчас давайте покажу соусы и фрукты. Ну, из фруктов здесь только гуава нарезанная, арбуз и банан. Из соусов перец с солью такой вот микс. То, что я люблю. Лайм, перец, чили, соевый соус, майонез, кетчуп, чили соус. Это рыбный соус с уксусом. Вот здесь какой-то соус тоже с чили. И соус с луком и арахисом. Офигенная штука, уже замиксованная, обожаю. Мы видим, что сейчас людей немного, поэтому здесь тоже немного выложено продукции. Но я думаю, что они по мере исчезновения здесь, с этих прилавков всего этого, они будут докладывать. Давайте сейчас наберем полный стол, как обычно, и будем есть. Последний раз мы ходили, ну, примерно год назад, в другое местечко. Может быть, я его потом тоже покажу. На севере у нас там есть, прямо напротив моря, на набережной. Вот выкладывается у нас первая продукция. Тили началась с наших любимых осьминогов. Вот еще принесли, такие выставили отдельно. Раковинки здоровые, большие, вот такие, сиреневенькие. Сейчас мы их тоже так сюда поставим. Тут нам пришел молодой человек уже помогать, вьетнамец. Уже тут кое-что пожарилось. Вот осьминожки. Мы можем сделать ourselves. Молодой человек нам помог, но мы его попросили уже прекратить помогать нам. Вкуснятина. Вот это вот осьминог. Офигенный. Сегодня у нас праздник живота. Всех с уступающим праздником, любым. Пиво здесь включено, но пиво здесь такое разливное. Самое дешевое, которое есть во Вьетнаме. Его можно купить за 10, даже за 9 донгов за литр. Это биохой, разливное пиво. Готовое мы ничего не брали. Ну все, взяли такое, что нужно готовить. Вот здесь у нас варится кот-пот. Я взял все наименования, которые были, то, что не готовое, то, что надо готовить. Попробуем кимчи-капусту. Но она здесь, конечно, не такая, с обычным чили-соусом. Да, просто чили-соус. Но он гуд. В самом начале ждешь долго, пока все готовится. А потом обжираешься и не можешь съесть, доесть. Вот эта большая штука и внутри нее вот такой здоровенный малюс. Ну что, куда мы его окунем? Давайте соусом вот с этим положим вот так. Немножко соевого соуса зачерпнем. Вот и съедим. Очень нежный. Нисколько не резиновый. Живется прекрасно. Главное не переваривать. Чем хороши вот такие вот рестораны, буфеты? Здесь можно попробовать все по родной цене. Все по чуть-чуть попробовать. Если ты где-то сидишь в ресторане, за эти же деньги ты поешь гораздо меньше. Ты, конечно, наешься достаточно, но так, чтобы все разное попробовать, так не получится. Я сейчас только понял, почему люди смотрят на меня. Я же говорю на другом языке. Меня не понимают, не оборачиваются все на меня. Какаян чуй? Таи санты, не каан чуй. Говядина здесь жесткая. Я прям жую и жую. Вот именно говядина. Не филе, не нежная часть. Самая жесткая. Здесь хот? Так. Это был кусочек свинины. Так, устрица. I think this is not yet, да? No. It's not fresh. Устрицы не такие свежие, как живые могли бы быть. Не готовые лучше здесь не есть устрицы. Сейчас попробовал полусырую устрицу и понял, что не то пальто. Но устрицы, они не чистили по-нормальному. Я тщательно щеткой мою и чищу. А здесь прямо вот как есть положено. Не очень эстетично, конечно. Сегодня можно сказать, что мы празднуем очередную камеру. Это уже четвертая у меня по счету камера. Одну мы у меня украли. Вторая сломалась. Третья вот уплыла. Как уже я рассказывал в предыдущем видео. Сейчас вот пришла четвертая камера. Спасибо всем, кто поддержал. Реально огромное спасибо, что вы задонатили, поддержали меня. Ну и обращайтесь, заказывайте аэромесседжи. Смотрите в инстаграме примеры моих поздравлений, которые я делаю интересные видео. Кто еще не в курсе, заходите обязательно в инстаграм, подписывайтесь тоже. Чикен. Это шай. Живая. Или очень любит вот эту штучку. С таким оранжевым язычком. Курица, кстати, вкусная. И все прикольное. I like this big very much. Вот такие штучки. Они реально прикольные. Давайте попробуем креветку. Креветки, в принципе, можно есть и с панцирем даже. Многие люди не понимают этого, но в этом нет ничего такого противного. Просто отрываешь голову и ешь, можно не чистить. Ну, кому не нравится, конечно, можно и почистить. Прикол в том, что некоторые кафе готовили во фритюре, жарили в панировке креветки, но они были прямо в чешуе. И как бы действительно для русского человека это удивительно, что жарят в чешуе и так и едят. Странно. Сейчас жарим вот такую еще рыбку. Хочу тоже ее попробовать. Шашлычок снимаем. Вот такая в листьях мясо. Тоже интересная штучка. Ммм. Ну, что такие шашлычки-то? Свинина, конечно, жестковата немножко, но в принципе хорошо. Здесь играет придурковатая вьетнамская музыка. Сейчас уже больше людей гораздо. Недавно мне написали в комментариях, что Григаден самое лучшее место в Ничанге, где можно поесть. На самом деле это очень просто известное место и цена там гораздо выше. Напишите обязательно в комментариях, интересно ли смотреть про еду или интереснее про какие-то места больше смотреть. Мне просто писали до этого, что снимай про кафешки, показывай еду. Ну вот, я это, конечно же, и снимаю. Почему еда очень важна? Почему ее хочется показывать? Потому что еда – это часть культуры. Как ее потребляют, как готовят. Разные нюансы, приспособления. Вот, например, кладется такая силиконовая штучка. Сюда. Поджигается. И ставится на нее кастрюлька. И вот тебе и ход-под. Ход-под – это переводится как горячий горшочек. Можно на огне готовить, а можно на воде. Например, такой нюанс, что едят все вместе и мясо, и рыбу, и курицу. Нету разницы. Это тоже очень показательно. Вот, наконец-то, пожарились вот эти рыбешечки маленькие. Каковы они на вкус? Интересно. Ммм, неплохие, кстати. Нормальные, в общем. Есть можно. Хочу еще перечислить, чего здесь нет. Здесь нету лягушек совсем. То есть, лягушки, в принципе, это обыденное блюдо. На рынке они продаются. Но почему-то здесь их нету. Обычно они бывают в таких местах. Еще здесь нет мидий. Это странно. Могли бы быть, в принципе, и мидии тоже. Еще здесь нет мяса страуса почему-то. Тоже, вроде как, обычно он бывает в таких местах. Здесь нету питона и крокодила. Вот чисто питонный крокодил. Это два вида, которые я даже не знаю, где пробовать-то. Обычно в туристических местах, как бы, да, это жарится. Когда раньше туризм был, мы ходили в такое же зало. Там было, то есть, за те же деньги. Вьетнамцы-то сами даже, на самом-то деле, и не едят крокодила, потому что на рынке не продается. На рынке не продается и питон. Ну и, кстати, страус тоже на рынке не продается. Так что, по крайней мере, я не видел. Может быть, как-то редко бывает. В обыденной жизни, я даже не знаю, как даже и приобрести крокодила и питона, на самом-то деле. Крокодила даже Тиле до этого раньше не пробовала. Мы только с ней вместе его ели. Что касается крокодила? Ты любишь? Это как крокодил. Как крокодил с пищевым вкусом. Я на самом деле уже объелся сильно. Даже не знаю, как это все и доедать. Так, пиво закончилось. Надо еще пиво, чтобы выпить с вами. Да, в этот раз что-то я не могу так вот бесконечно есть. Тиле все ест и ест, набирает. Как будто она хочет на целую неделю наесться, чтобы потом не есть целую неделю. На момент съемки этого видео Тиле не смотрела наше видео с поездки на остров Хондо. Кто тоже не смотрел еще это видео, переходите в правом верхнем углу, смотрите по подсказочке видео. Остров Хондо, это маленький островочек, который находится рядом с нашим домом, и мы туда не могли попасть два года. И наконец-то мы туда попали, так что смотрите это видео. На камеру. На камеру. Наелись, короче, мы вообще до хрена всего съели на самом деле. Уже все разошлись, мы только тут одни остались. Спасибо, что смотрите, поддерживаете. Кто-то смотрел это видео до конца, вообще молодец. Пишите комментарии. Лучшие комментарии выиграют в конкурсе. Я буду периодически назначать победителей конкурсов по комментариям, выбирать лучшие комментарии. Поэтому оставляйте несколько комментариев, чтобы увеличить шансы на победу. И увидимся в следующем видео. Получается, они работают с пяти до десяти. Мы приехали примерно в половину шестого, а сейчас время половина десятого, то есть посидели несколько часов.